Не от Карлсона ли пошло вот такое упорство в игре, ну вот каких-то, то есть номинально позиции же лучше у белых, да? Вот дай компьютеру, если он не будет использовать базу, в которой сказано, что ничего. Нет, был такой шахматист Георгий Акзамов. Узбекистан, узбекский, да, правильно, узбекский. Он трагически погиб, видимо, в Крыму, скорее всего, я думаю. В каких-то он таких невысоких горах Советского Союза погиб. И он был знаменит тем, что играл до голых королей всегда. То есть он не соглашался на ничего, ни одну позицию в мире. Вот просто вот пока последняя фигура не исчезла. Но это все было бы ничего. Тогда бы мы были на территории современного Карлсона, например, или там кого-то еще. Но известный случай, когда он разменивал все фигуры и потом еще несколько ходов делал король против короля. Обозначить превосходственно. Ну, просто чуть-чуть еще поддавить. Так что все, что теперь делает, это жалкое повторение Георгия Акзамова. Да, на самом деле, я, кстати, скажу, что вот насколько я понимаю, до Карлсона какие-то позиции считалось просто неприлично играть. Вот если ты их играешь, играть, ну старик, ну зачем ты с Гельфандом играешь эту позицию? Это же просто неприлично, это неуважение, игра смесь, ну как бы это неуважение, неуважение. Слоны там себя. Потом, когда вот на рубеже 2010-х Карлсон начал выигрывать все позиции любые, там, в разноцветах, три на три на одном фланге, еще что-то, но как-то вот начало постепенно, постепенно это меняться. Представляем, что нет таких позиций, которые ты не можешь играть. Ну, такую бы раньше позицию, но я не представляю, чтобы Крамник играл бы, например, там, Жень, с тобой такую позицию, ну это, ну как бы нонсенс просто, то есть это бы потом его за ужином спрашивали, ты что там, белины объелся или что у тебя случилось, там, не знаю, может давно там дома не был у жены, но я не знаю, то есть что, что произошло, как бы. А сейчас, пожалуйста, вот Гири играет и...